Козероги, доброго времени суток! Рада вас приветствовать вновь на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на июнь 2018 года. По традиции, карты покажут вам общую атмосферу месяца и какие события наиболее вероятно отыграют у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести этот месяц. Хочу вам напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, поэтому однозначно он для всех проиграться в принципе не может. Хотя бы по той простой причине, что даже являясь представителем определенного знака зодиака, асцедент у вас у всех абсолютно разный. Поэтому многим из нас необходимо смотреть Тараскоп не только по знаку своего зодиака, а по знаку своего асцедента. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Проговаривайте свое имя, дату рождения и давайте смотреть, что к чему. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидают в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, общая атмосфера месяца. У вас падает перевернутая восьмерка жезлов. Это карта каких-то препятствий, карта застоя, карта каких-то перемен. То есть, например, если вы намечали переезд, либо какую-то длительную поездку долгосрочную, она, знаете, на этот период откладывается по каким-то неожиданным для вас же событиям. Помимо всего прочего, перевернутая восьмерка жезлов. Это ситуация, знаете, как стрелы самоедства, направленные, например, против вас самой, либо самого. Ситуация какого-то самообичевания, самокопания. И помимо всего прочего, знаете, ну, как вам сказать, бичевает за себя за какие-то поступки, либо за, в целом, какой-то вот эгоизм. Вот теперь у вас идет ситуация осознания и, как следствие, ситуация эмоционального раздрая. Так, что вас ожидает в плане работы? Перевернутый дурак. У меня текущий аркан с позиции работы очень часто проигрывается как повышение, либо карьерный рост. Причем для вас неожиданный, либо вследствие каких-то обстоятельств. То есть, когда вы, например, не ждали, не гадали, а кто-то там раз и уволился, да, от человека, которого, в принципе, не могли сместить и занять его место, его положение. Ну, то есть, это благодаря ряду обстоятельств получить какую-то выгодную позицию, либо выгодную должность. Если вы на текущий момент безработный, то ситуация для вас не изменится. То есть, таковым вы останетесь, будет ситуация безработицы. Единственное, что мы перевернем туда дураку, это будет момент какой-то хождения по собеседованиям, поиск себя и, скажем так, желание определиться, в какой сфере вы хотите себя реализовать. Что вас ожидает в плане финансов? Шестерка жезла. Да, карта победы. Ну, то есть, особенно всех, кто работает на себя, либо работает по найму. Ситуация прибыли, ситуация повышения уровня заработной платы, стабилизация материального положения, закрытие, например, долгов, кредитных обязательств и так далее. То есть, ваши финансовые дела пошли в гору. Также здесь может проиграться, как в целом, ситуация трат на поездку, переезд, либо отпуск, который вы планируете, но по каким-то причинам, например, можете отложить. Но с позиции финансов беспокоиться вам нечего, потому что ситуация вам благоволит в июне месяце, поэтому с вашим финансовым положением все будет в порядке. Что ожидает вас в плане здоровья? Умеренность. Это в целом гармоничное состояние, расположение духа, состояние здоровья. То есть, здесь все ровно, без каких-либо изменений, в лучшую или в худшую сторону. То есть, хорошее самочувствие, ситуация какого-то внутреннего эмоционального комфорта. Не могу сказать, что у вас здесь не будет, например, усталости, но, тем не менее, это, понимаете, сама по себе ситуация, что вы справляетесь со всеми препятствиями за счет внутренних ресурсов вашего организма. Что вас ожидает с позиции личной жизни? Перевернутая десятка жезлов. Ну, это желание либо избавиться от груза отягощающих обстоятельств, отягощающих отношений, либо попытка в целом разобраться в текущем положении вещей. А именно, ну, либо призвать вашего партнера к ответственности, к выполнению каких-то обязательств, либо к выполнению тех слов, которые человек, например, вам давал. Это попытка привлечь в целом к ответственности, да, потому что вам надоело тянуть все на себе, какую-то вот лямку жизни. И в целом это аркан осложнения общений. Это непростой период притирки. Это может быть даже потребительское отношение либо ваших партнеров, либо вашего партнера к вам. Когда вы, знаете, все обязанности свалены на одного человека. Крайне редко этот аркан тратутся к предательству, но вот здесь, вы знаете, просто попытка расставить точки над «и» и сказать, что вот все-таки, ну вот, блин, хватит, давай как-то вместе трудиться над нашими отношениями, над их развитием и над их стабильностью. Если вы на данный момент свободны, то по перевернутой десятке жезлов вас устраивает такое положение вещей. По той простой причине, что, знаете, никому не привязан, ничем никому не обязан. То есть такое свободное, самодостаточное времяпрепровождение. И эту ситуацию не то, чтобы вы не хотите менять, но пока вас, в принципе, все устраивает. Так, из позиции совета, о чем же вам говорят карты? Рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли – это, в целом, знаете, такое медленное, но уверенное движение вперед. Почему? Потому что, во-первых, здесь идет ситуация заработка, ситуация каких-то вложений, либо, знаете, как желание отложить деньги на потом, потому что вот здесь изображены колосья пшеницы. Это, в целом, вы понимаете, что ваши продуктивные действия, они дадут потом, дают свои плоды, ну, скажем так, свой урожай. Особенно это касаемо работы и финансовой стороны жизни. Плюс, помимо прочего, опять же, здесь отыгрываются какие-то траты, либо откладывание денег на поездку, потому что это сигнификатор переезда. Но если рассматривать с позиции совета, то карта говорит о том, что вы вполне в состоянии достичь желаемого. Вам не стоит ни о чем беспокоиться. Просто спокойно и планомерно делайте то, что вы считаете правильным и полезным для себя. Это карта просто каких-то осознанных действий. Вот сама по себе позиция – медленно, но верно, потому что рыцарь Пентакли не предполагает спешки в принципе. Ну, поэтому вам, знаете, как карты советуют остановиться, осмотреться, понять, что для вас сейчас наиболее значимо и предпринимать уже какие-то действия. Вот такой для вас вышел терраскоп на июнь 2018 года. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне вас благодарю за просмотр. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как он для вас – отыгрывается или не отыгрывается. Еще раз благодарю вас за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»